На часах 9 утра и дежурные старшеклассники вовсю готовятся к приходу в столовую первоклашек на завтрак. Накрывают на стол, ставят чашки, тарелки. Пять минут спустя уже слышны звонкие голоса малышей, которые первым делом посещают зону мытья рук. В 11-й школе города Видны она особенно удобная. Много умывальников и сушек. Далее каждый класс проходит к своим постоянным столам. Они отмечены специальными табличками. При входе в столовую можно ознакомиться с меню. Меняется оно ежедневно. Например, сегодня на завтрак каша пшеная молочная, чай с молоком, хлеб, кондитерское изделие. Все это стоит 45 рублей. А на обед салат из свеклы, супермишелевый с курицей, беточек рыбный с рисом, компоты сухофруктов, также хлеб и фрукты свежие. Все это родителям обойдется ежедневно 82 рубля. Для учеников с 1-го по 4-й классы завтрак ничего не стоит. Дети едят за счет муниципального бюджета. Питаться бесплатно и дальше с 5-го по 11-й класс могут отдельные льготные категории. Школьники с ограниченными возможностями здоровья, из многодетных, малообеспеченных, неблагополучных семей, сироты, учащиеся, находящиеся под опекой, ребята из семей беженцев. Очень удобно, что родители спокойны, что ребенок придет в школу и он позавтракает. Хотя все равно я рекомендую дома перед уходом выпить сладкий чай с бутербродом небольшим. Но здесь питаются очень хорошо, любят очень кашу, добавки обязательно всегда просят. Повара работают качественно, не могу сказать, чтобы какие-то были когда-то нарекания. Ленинский округ – один из немногих муниципалитетов в Московской области, где так серьезно подходят к вопросу питания школьников. Список льготных категорий у нас в разы больше, чем где-либо в Подмосковье. На территории округа работают 4 оператора, которые оказывают услуги по организации горячего питания детей. Их сотрудники-повара работают в школах, где на месте все и готовят. Меню утверждено Роспотребнадзором. Готовятся в соответствии с технологическими картами. И мы контролируем. Потому что от питания, конечно, зависит и успеваемость. Сетный ребенок, веселый ребенок. Школьники, входящие в льготную категорию, утвержденную администрацией Ленинского округа, обедают бесплатно. Для остальных ребят один обед обойдется в 82 рубля. Для того, чтобы ребенок мог в школе поесть, родители заранее заключают специальные договоры. У нас есть договор на организацию платного питания. Родители в определенный день приходят, оплачивают обеды, завтраки, если они не относят. Это уже касается пятых, одиннадцатых классов. Оплачивают обеды и завтраки, питаются в свободном доступе. Учителя отмечают. Еда детям нравится. Они с большим удовольствием ходят в столовую. Детки хорошо кушают, любят и завтракать, и обедать. Почти весь класс у меня обедает. Любимое блюдо? Любимое блюдо детей – каши, запеканка, суп. Все кушают, все любят, все нравится. И это правда. К концу приема пищи тарелки пусты. Я смотрю, ты все доела до последней ложки. Так нравится кашка? Да. А что больше всего любишь в этой столовой? Все. Вкусно готовят? Да. А каша остается бесспорным лидером в списке любимой еды учеников 11-й школы. Почему именно каша? Очень вкусная. А? Очень вкусная. Из 22 тысяч учеников Ленинского округа более 19 тысяч обеспечены горячим питанием. Сотрудники управления образования ведут постоянный мониторинг качества продукции. Учитываются все пожелания родителей. Юлия Погосян, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. Академия Погосян, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. Академия Погосян, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.